Этот памятник, как открытая книга, обратите внимание, как две странички, это книга памяти. В честь тех сотрудников, которые работали на благо нашей Родины и Советского Союза, на благо нашего института. Мы все вместе здесь, как символ того, что мы коллектив. Большое спасибо коллективу Захаровой. Собственно, она была инициатором вот этих поисковых мероприятий. Мы вместе писали просьбу с ходатайства, чтобы нам разрешили работать в архивах для неслужбы безопасности, по поиску всех документов, связанных с жизнью, с гибелью, с репрессиями тех сотрудников, имена которых выбиты на этой гранитной книге. Слово председатель профсоюзного комитета нашего института Юрия Андреевича. Дорогие друзья, коллеги, сегодня очень важный, знаменательный день, потому что нам, наконец, удалось восстановить вот ту справедливость. Мы всегда помнили о тех, кто погиб во время блокады, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Но как-то всегда у нас оставалось, вот у меня во всяком случае, что мы не помним тех, кто попал в этот блокады. Великой Отечественной войны. Их было очень много. Память о них хранилась. Приведу пример одного человека, который здесь упомянутся, это Аскар Аскарыч Гартов. Его архив сохранили даже, спрятали. И он был найден. Можно сказать, обретен. Уже в наше время, уже в 90-е годы. И, наконец, мы вот этот дань памяти сегодня возвращаем. Спасибо вам всем, кто открикнулся на нашу просьбу. Я хочу немного сказать, как бы, когда видишь фамилию, не очень воспринимаю. Было ясно, какие незаурядные и превосходные люди попали в этот молок. Бармайев, это, значит, директор отдела тибетской медицины. Барченко, заведующий лабораторией тибетской медицины. Бауэры, это юнгерские немцы, которые эмигрировали к нам. Бауэр превосходно работал, написал чудесную книгу «Теоретическая биология», которая сейчас издана, и можно ее проществовать. Баюин. Баюин. Баюин – это лаборатория, визитная, директора института, который в 1936 году выкинулся из окна, потому что он занимался философией, и как раз в Академии наук была, как бы, скрыта банда, которая философов... В 1936 году очень много философов расстреляли. В интернете можно найти эту книгу, из-за них мы даже нашли фамилии отцов наших сотрудников, например, Розумовской, моталистов. Буржуа Иван Иванович, отделом на холодном. В Иржуковске, бывший директор в Полтышах, превосходный совершенно физиолог, сохранилась его биография, которую находите в Академии наук. И она оказалась в его деле. В Академии наук. Он продаж, как сказал Юрий Андреевич. Гаршники, он бухгалтер. Жену расстреляли с ним один день. У него хозяева. Григорович, Григорович, Гринберг. Яксон, директора института на этот момент. Все расстреляли в Полтыши. Гелагин Федор Михайлович. Он 8 лет работал в нашем институте и 2 года работал в Собуши. Советующий питомником Собра, царский генерал. Друг Павлова. Его обоставили первый раз в 1935 году по Кировскому потоку. Выслали в Саратов с семьей. И я прочитала письмо Павлова, которое он бросит Молотова от своего родителя Лагина, потому что это превосходный совершенно работник, честный и очень всяческий его характеристик. Его освободили в 1935 году. А в 1937 году, в 1936 году Павлова умер. Его снова арестовали и расстреляли. Капуст, тоже латышка. Расстреляли, как ладышка. Кузнецов Арктик Узначич. Он заведующий был отделом вакцины сыворотки. Его арестовали, отправили в лагерь. И там он слишком много выступал. И, в общем, был расстрелян уже в лагерь как контрреволюционные разговоры. Так я почитаю. Так. Абергальд. Придцовый, это архитектор основоположных северным модельным в Денинграде, Петербурге. Ремезов Игорь Александрович. Удивительный ученый. В его поизначенном деле мы увидели, что он был номинирован на Нобелевскую премию по гормонам и по вирусам. Его посадили в эту научную шарашку. Три года он работал в терминную науку. Но началась война, и его в июле 1941 года распределяли. Семенов, вот этот Семенов в Байюне и еще в Благодарской школе это называлось молодежное дело в ЭМИ. Это молодые все ребята под 25 лет. Среди них выжил Меркулов, которому 30 исполнилось на Колыме. Семенов помнит в лагере. Это называлось молодежное дело в ЭМИ. Они все фидеологи, и имена была в том, что они работали в лабораторе медицине. Тартаковский Михаил Гаврилович, ну это вообще величина огромная. был в клубе серинарии, потому что он сделал основатель чумного форта в нашем институте. Урановский, это редактор журнала, который выходил у нас в институте, Щербова-Нефидовича. Я познакомилась с ее дочкой и узнала всю эту историю ее жизни. Щербова-Нефидовича, я вставали в 41-м рожу, на складе она там пришла, она лингвист, знала 4 языка, библиофил, работала в нашем библиотеке, красавица, очень красивая женщина. Ну, короче, началась война, она у него гальфанические настроения, за это ее отправили в лагерь, и она там умерла, не дождемся ситуации. Ну вот, пожалуйста. Спасибо всем, кто в этом участвовал. Последний день изготовления памятника я уже готовила, что это написано, что памятник изготовлен на средства. Есть к вам вопрос. Кто важный для архитектов? Это моя дочь или? Моя была идея, она у меня специальная.